Доброе утро Супер дерби, супер игра Спартак принимает ЦСКА на поле команды 2000 года рождения Только что завершилась игра команды 2001 года Получилась она весьма боевой, очень равной Очень насыщенная на события и на голы 3-2 выиграли армейцы Забили победный мяч уже ближе к концовке И сейчас на поле команды 2000 года рождения Постараются более старшие ребята взять реванш И сыграть за легендарного футболиста Спартака Мы приносим соболезнования всем родственникам, близким, друзьям Федора Федоровича И надеемся, что наши молодые ребята сейчас покажут искренний, яркий, атакующий футбол В тот самый, который любил играть Федор Федорович Черенков Федорович Черенков С минуты молчания начинается сегодняшняя игра Скорбят все, кто здесь присутствует Скорбят все футболисты, все болельщики Скорбим и мы с вами Назову я вам стартовые составы играющих сегодня команд Начну с хозяев, футболиста Спартака На воротах Владислав Елеференко номер 16 Полевые игроки Егор Ильин номер 3 Антон Волков номер 19 Валентин Андямов номер 12 Максим Актисов номер 27 Александр Соловьев номер 6 Никита Пушкин номер 14 Владислав Тюрин номер 10 Кирилл Фольмер номер 7 Данила Прошляков номер 9 И Данил Лопатин номер 15 И гости Футболисты ЦСКА На воротах Максим Елапин номер 1 Полевые игроки Игорь Олейник номер 2 Иван Агалаков номер 3 Ильшар Ракиров номер 4 Ренат Балдашки номер 5 Константин Марадешвили номер 6 Денис Махи номер 7 Егор Дибердиев номер 8 Виталий Жиронки номер 9 И Михаил Игнатов номер 10 И Сергей Кузнецов номер 11 Стартовала игра Все внимание на поле И футболисты ЦСКА Они сегодня в белой форме Начинают свои атаки В центре поля мяч Перевозят его армейцы на левый фланг Сразу два игрока Спартака встречают Эту атаку И вынуждают футболистов армейцев Упустить мяч за боковую линию Первые попытки будут сейчас Красно-белых развить свое наступление Лопатин Отыгрывается с партнером И дает хороший пас Направление Прошлякова Прошляков на краю штрафной Чуть назад скидывает Прострел Нет, не доходит дело до удара Четко в обороне играет Футболист армейцев Аут В первом круге эти соперники Встречались на песчаной улице Тогда игра получилась Упорной, равной и безголевой 0-0 Закончили соперники Посмотрим, как оно будет сегодня Удастся ли Забить кому-нибудь из команд Судя по первой игре В принципе Голов мы, возможно, увидим Очень много Очень нацелен на ворота команды Волков Хотел подработать себе мяч грудью Отпустил слишком далеко И будет аут Аут в пользу красно-белых Кому скинуть В направлении Прошлякова Прошляков чуть-чуть отталкивал Соперника Это заметил Главный арбитр встречи И назначил Штрафной удар С ближним разыгрывает Футболист армейцев Это подсказывал главный тренер ЦСКА Олег Корнаухов Перехват Нет, не удастся Прошлякову зацепиться за мяч Зато его подбирает Пушкин Переводит мяч направо Обыграть один в один Ну-ка, ворваться в штрафную И попробовать прострелить Прострел Нет, угловой Только угловой Очень хороший Очень хороший проход совершил Данил Лопатин Ворвался в штрафную площадь Используя Индивидуальное мастерство Пытался прострелить уже с лицевой линии Но попал в ближнего защитника И мяч ушел на угловой Тюрин Подает корнер Подача Побороться А, ударить! Ох, какой красивый удар ножницами Никто не опекал Данила Лопатина А вышел он на свободное пространство Пробил по воротам Но чуть-чуть не попал Первый такой Опасный момент В сегодняшнем матче Который вполне мог завершиться Взятием ворот На первый раз не вышло Чем ответят армейцы? По левому флангу Неплохо прорывается 11 номер Сергей Кузнецов И аут Аут будет сбрасывать Красно-белое Очень часто Данил Лопатин На первых минутах вступает в игру Постоянно ищет его партнера На правом фланге Пока он один из самых активных В нашем составе Пятая минута у нас началась Спартак ЦСКА В Академии Федора Федоровича Черенкова На поле команды 2000 года рождения И снова стандарт будут подавать армейцы Из района Центрополя С ближним вновь разыгрывают Вдвоем встречают Красно-белые соперников Ох, элегантную стеночку На поступок штрафной разыгрывают армейцы Подскальзывается там игрок И перехват Вновь Лопатин Нет, не успевает догнать мяч он У боковой линии Чуть-чуть его выпускает И аут Неплохо Соловьев сыграл на перехвате Но вновь потеря Вновь будут сбрасывать из-за боковой Армейцы Почаще они владеют на первых минутах мячом Можно сказать, что пока ведут игру Ох, какой неприятный момент Падал там на пост-бух штрафной Игрок армейцев Перехват, удар! Девятый номер Забивает мяч в ворота Спартака После ошибки красно-белых в обороне Это Виталий Жиронкин Не удалось Спартаку вынести мяч Попал он в игрока армейцев Неприятное начало для красно-белых И надо немножко проснуться Собраться футболистом Спартака Потому что начало встречи явно не получилось Прошляков От него очень много будет зависеть Настоящий лидер нашей команды Один из главных бомбардиров Боролся он сейчас за мяч И будет аут Тюрин Вновь из боковой На этот раз Будут сбрасывать армейцы И пока остается констатировать Что конечно же ЦСКА на первых минутах Чуть получше Но вот сейчас здорово Лопатин Прострел И прямо в руки Галкиперу Сбрасывает он Ох как далеко Почти до Центральной линии Здесь здорово В подкате играет Наш футболист Не дает Быстро армейцам Развить контратаку Прошляков Прошляков ставил корпус Нет Оттер его Второй номер армейцев А здесь грубовато Здесь грубовато Играет шестой номер Константин Мрадишвили И будет выполняться штрафной удар Наверное стоит сейчас Покатать мяч Почувствовать Игру Почувствовать партнеров Нашим футболистам И потихоньку Прибирать инициативу К собственным рукам Потому что все мы знаем Что Спартак любит играть Первым номером А не на контратаках Любит владеть инициативой Но сейчас пока не получается Вновь армейцы Перехватывают мяч Здесь Волков играл на перехвате Как показалось Все-таки Последним задел мяч Футболист армейцев Но нет Боковой арбитр Показал что Именно ЦСКА будет Браться в Зуковой Эпизод прошел Прошляков боролся Там с разными соперниками Здесь можно Попробовать Перехватить мяч Нет Упал игрок ЦСКА Сразу же встал Вынос В направлении прошляков Но он там Совершенно один Это конечно Тяжело И желтая карточка Желтую карточку Получает прошляков За излишне рьяную борьбу В центре поля За второй фолл подряд Хотя Как мне кажется Не сильно оно И тянуло на предупреждение Но видимо За Либо за системность Либо за споры с арбитром И вновь И вновь не дают армейцы Выйти нашим игрокам Спокойно Из своей штрафной Яростный прессинг Они включают уже На нашей плане поля Прошляков Как глубоко Он приходит оттягивать А делают классную передачу В направлении Фольмера Фольмер борется И четко играет В обороне Игорь Олейник И будет аут Андиамов Будет сбрасывать далеко Вновь прошляков Нарушает правила Надо поосторожнее Нашему нападающему быть Понятно что Эмоции Понятно что Они бьют через край Понятно что Хочется поскорее И почаще Владеть мячом Отсюда и много борьбы Но уже третье нарушение За какие-то За считанные минуты Одиннадцатая минута У нас пошла По-прежнему Одинноль Через вторя Надо сыграть Эльференко Вы нас Вновь на Прошлякова Вновь не дается зацепиться И Вновь аут Быстро сбрасывают армейцы И какой опасный момент И хорошо что у седьмого номера Не получается удар Денис Махин Справа был совершенно один Набегал в штрафную Попытался сходу пробить поворотом Но Срезался у него мяч ноги Поршляков Поршляков Зажигает свечу Над центральным кругом Грубовато в центре поля Надо бы арбитру Обратить на это внимание Но он обращает внимание На положение вне игры Легко проходит армейцы Нашу оборону И почти выходит на ударную позицию Хорошо что Максим Актизов Здорово сыграл на позиции Либера Подстраховал партнеров И не дал Получиться большим неприятностям А это очень грубый фол И странно Ну да Достает моментально Желтую карточку Главная орбита встречи Потому что Сзади чувствительно ударил по ногам Защитник армейцев Но ничего страшного Поднимается наш футболист Игра продолжится Эмоции бьют через край Это дерби Уже в таком возрасте Все прекрасно понимают Что такое Спартак Что такое ЦСКА И что такое Очная игра между командами Наверняка это один из самых Важных матчей В сезоне Для каждого из футболистов Если не принимать во внимание Турнирные расклады А если принимать Внимать Соперники А да Прошлякова передача Ударить поворотом Пенальти 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 назначает Главная орбита встречи Прошлякова Еще желтая карточка Вот такое двойное наказание Отличная атака Левым флангам удалась Спартаковцам Последовал Прострел Во вратарского направления Прошлякова Тот замахивался для удара, но, видимо, потолкнули его немного И пенальти Пенальти будет исполнять Данил Лопатин Отличная возможность сравнять счет Разбег И спокойно, спокойно развел вратаря и мяч по разным углам Данил Лопатин Один из самых активных игроков на стартах и минутах в составе Спартака С пенальти сравнивает счет Это очень приятно, на 14 минуте удалось Не откладывая дело в долгий ящик Нашим футболистам Чем ответит ЦСКА? Спартакцы тоже прессингуют уже на чужой половине поля Не дают армейцам спокойно разыгрывать мяч Здесь спокойно надо сыграть Вынести мяч за пределы поля Расставиться по местам и уже лицом встречать Атаки соперника Сделал это Виталий Жиронкин И буквально только что Спартак с 11-метрового счета сравнял Навес в Спартаковскую штрафную Выпрыгивает нападающий армейцев Домича не достает И аут Отворот Михаил Игнатов там боролся за мяч Упустил его за лицевую линию И Елеференко будет Выносить мяч, судя по всему, далеко вперед Выгоняет он всех партнеров Сайплайн поля Выносит мяч в направление Фольмера И Фольмера не дает зацепиться за мяч Аут От игрока армейцев вошел мяч Волков сбрасывает за боковой Тюрин боролся Подталкивали немножко Мяч считается Спартака Нет, здесь с Прошлякова тяжело будет цепиться Хотя очень хороший рывочек он делает И вынуждает четвертого номера Так что, несмотря на довольно прохладную погоду Атмосфера здесь жаркая Прошляков удастся? Зацепиться за мяч Нет, не удалось На мяч остается Спартака Волков Переводит мяч в центр Андямов В стеночку играет с партнером И прострел в направлении Прошлякова Чуть-чуть пара шагов не хватило Нашему нападающему Чтобы откликнуться на эту передачу Актисов Четко Четко на позиции центрального защитника Сквозь двоих прошел Ох, как хорошо Ох, как здорово И на левую передачу Фольмер Передача на Прошлякова Ну, теперь пришел черед армейцев Очень самоотверженно играть в вороне И будет угловой удар Что такое? Вновь, вновь повторить Розыгрыш этого корнера Придется Спартаковцам Попросил их настойчиво Главный арбитр И на сей раз будет выполняться Наверное, подача Подача Бороться Перелетает мяч через всех Оказывается, на правом краю штрафной Ильин Закидушечка И мяч перелетает Через лицевую линию Будет выполняться удар от ворот 19-я минута встречи Спартак ЦСКА Команды 2000 года рождения 1-1 Важнейший поединок Для каждой из команд Настоящее дерби И пока игра У нас равная Причем абсолютно равная Если, на первых минутах Армейцы выглядели чуть получше То сейчас Спартак ЦСКА Пожалуй-то Ни в чем соперника не уступают А порой даже превосходят Чаще владеют мячом Актисов Нет, мяч Мяч был здесь сыграно Хоть и получилось жестко Но В пределах правил У Тюрьмы отбирали мяч Узар от ворот Лефиренко Вновь мяч через всех прилетает Вновь никому толком Его не удается обработать Но быстро он Долетает до Другого галкипера Тот выносит к центру И ушел Ушел мяч за пределы поля Актисову надо здесь сыграть Нет, почему-то 5 сон назад Не решает идти на перехват На встречных курсах у нас идет игра Стараются команды отвечать атакой на атаку И за боковой армейцы сбрасывают Нет, это пас чужому Накладочка Накладочка со стороны армейцев Лефиренко Вновь упражняется В дальнем выносе мяча На левый фланг отправляет мяч И не точно На этот раз получается Крайне не точно Поплотнее Надо действовать спартаковцам Здорово Здорово в отборе Но вновь потеря И вот это уже может получиться неприятно Потому что втроем Четвером выбегают на нашу оборону армейцы Дальний удар поворотом Хорошо, что мяч кого-то по пути задевает И спокойно оказывается В руках у галкипера Лефиренко И вновь не точно Сбился прицел у нашего галкипера Первый Несколько раз он выбил мяч хорошо А теперь уже второй раз подряд Отправляет за пределы поля Лем флангом Такой вот армейца Подача Ох, как здорово Актистов играет на перехвате Потому что уже готов был Обработать и нанести удар Девятый номер Кстати, который уже забил Наши ворота Виталий Жиронкин Но Максим Актистов Просто спас Сейчас нашу команду Сыграт на перехвате Прострел Вновь Жиронкин На острие Но сейчас обработал Но Упустил мяч Не получилось у него пробить Лефиренко На землю опускает мяч Актистов Вновь Какой-то Отрезок в игре Когда нашей команде Не получается У нашей команды Не получается Выйти со своей половины поля Нормально? Во многом Из-за того, что Армейцы Очень активно Прессингуют Как кажется Не удается Все-таки нам Завладеть центром поля Сейчас Да и вообще В первом тайме Завладеть полноценной Инициативой И во многом Из-за этого У ЦСКА небольшое преимущество Вновь Появилось Уже минут пять Игра проходит Только на нашей половине поля Рукой подыграл Сейчас армеец Появляется Появляется Наша команда Возможность Немножко передохнуть Под таким Яростным натиском Длинный вынос Там один Прошляков Да и до него Мяч не долетает А может Стоило Разыграть И с ближним За пределами поля Мяч Игорь Олейник Очень часто На первых минутах Получается к атакам Правый защитник ЦСКА Постоянно Ставит мяч Из-за Боковой линии Как это Например Безошло сейчас Актисов Пока Актисов Почти безупречен Прошляков Там снова Как одинокий волк Против двоих Боролся Не хватает ему Поддержки от партнеров Постоянно Они его грузят Какими-то Длинными передачами Но зацепит За них Ну крайне сложно Сверх тяжело Учитывая Как его опекают Не совсем Это тот футбол Наверное В который хотят Играть красно-белые Длинными переводами Мяча На 50 метров Но пока Армейцы Очень плотно Играют в обороне Очень хорошо встречают Атаки Еще на чужой Половине поля И поэтому Не удается За счет Коротких передач Выходить Из обороны 26 минута 1-1 Обменялись голами Команды В первом тайме Вынос Вперед Прошляков И вновь тяжело Зацепиться Актисов Не точная передача Актисова Перехватывают И армейцы Отличная атака Правым флангом Но хорошо Что у второго номера Совершенно Не получается Передача Это Игорь Олейник Срезался Мяч у него С ноги И полетел Совершенно Не туда Куда он хотел Вновь потеря Как-то Слишком легко Спартаковцы Расстаются С мячом В очередной раз Хотя следует Им наверное Все-таки дрожить Вновь Широкая Хорошая атака ЦСКА И хорошо Что 11 номера Не удалось Обыграть Один в один Сейчас Нашего защитника А то мог он Выручиться На свободное Пространство Все-выграй А вот сейчас Может получиться Очень хорошая Быстрая атака Спартака Втроем Они несутся Вперед Уже в четвером Есть поддержка Армейцев Обороне Пятеро Пас вразрез Но пас Не точно Совершенно Получается Нашего игрока Фольмер Проскочил Уже Направление До передачи Надо Немножко Поточнее Быть Владиславу Тюрину Ильин В обороне Неточная Передача Армейцев 28 минута 1-1 С ближним С ближним Стоит разыграть Сейчас мяч Ильференко Кому-нибудь Из партнеров Оттянуться назад Но нет Никто не хочет Получать мяч И вновь Придется выносить Далеко в борьбу Что едва Не приводит К очередной потери Надямов Назад Прошликовка Глубоко Отстягивается В поисках мяча Пушкин Пушкин Тоже Совершенно Незаметенно В первом тайме Пока Толком Себя Не проявил Ничем Хотя Из тех Игр Которые удалось Мне в свое время Увидеть Пушкин Был одним Из лидеров Команды Зачастую Вел партнеров За собой Но Почему-то Сейчас Немного Потерялся На поле Атака Правым флангом У армейцев Вот сейчас Пушкин здорово В подкате сыграл Еще в одном подкате На сей раз И штрафной удар Штрафной удар Потеря На своей плане поле Неприятно Дальний удар Поворотом Но он неточный Неточный Это неточный Но бить даем Теряем мячи Что не есть хорошо Тридцатая минута Подходит постепенно К концу Первый тайм Пять минут Еще играть Футболистом В первой плане встречи Один-один На гол армейцев В самом начале игры В середине Тайма С пенальти Ответил Данил Лопатин И с пенальти Надо сказать Бесспорным Назначенным Совершенно верно Перевод на левый фланг Да, подержать надо Мяч Спартака Сейчас Но Едва не потеряли Фольмер Удастся ли убежать Прокидывает мяч А там на постраховке Здорово играет Второй номер армейцев Аут Чуть назад Надо отойти Фольмеру Чтобы сбросить мяч За боковой Здесь может получиться Неплохо Но нет Соловьев Немного не в том направлении Дал передачу На Фольмера И потеря И потеря Хорошо, что угловой Нет Не угловой Это аут Подача Лопатин Удар Удар это в створ С пенальти Я больше ничего не помню Ну, за исключением Удара, который произошел Только что Штрафной удар Штрафной удар Прямо напротив ворот Зарабатывает Прошляков Отличная возможность Спартака В концовке Первого тайма Выйти вперед Вновь Уверенно к мячу Подходит Данил Лопатин Арбитр Скрупулезно Отчитывает 9 метров Сейчас армейцы Будут устанавливать Стенку Из большого числа Футболистов Я так думаю Потому что Доворот-то очень близко Но пока Всего четверо Стенки стоят Неужели это достаточно? Интересно Будь я на месте Галки-прия Поставил бы Больше Человек Удар В стенку попадает Да И четырех человек Хватило Чтобы справиться С этим ударом Лопатин подбирает мяч Врывался в штрафную Но нет Самый последний момент Его остановили И как бы здесь Не получилось Армейцев Контратак Потому что Наши центральные защитники Убежали вперед Да, получается Жиронкин Врывается в штрафную Не фалить Не фалить Нельзя фалить И хорошо Хорошо в отборе Щетка Без фола Выбили мяч За лицевую линию Антон Волков Здорово сыграл Глава удар Подача Хорошая подача Чуть ли не в ворота Мяч отлетел Но Актицев Ох, какой дальний удар Неприятный Или Ференко Переводит мяч За перекладину Или не переводит Показалось мне Видимо Тюрин Держали его за футболку Ушел на западопеки И сделал передачу На Фольмера Благодарит Фольмер Свою партнеру За этот пас Правда Зацепиться за него Не получилось Вторая попытка Актицев Вновь здорово На перехвате Лопатин Зацепляется За мяч На правом фланге Прошляков В положении Вне игры Полминуты Еще играть В первом тайме Прошляков Пытается Прессинговать Многочисленных армейцев На их половине поля И армейцы довольно легко Из-под этого прессинга Выходят Длинный заброс На нашу половину поля Здесь никого Из армейцев нет Здесь спокойно Надо спартаковцам сыграть Может быть даже Через авторя Немного сильный пас назад Но Ельференко Справляется с этой передачей И выбивает мяч Точно на ногу партнера В центре поля И на этом все На этом первый тайм завершен 1-1 После первой половины встречи Армейцы забили В самом дебюте Игры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok